Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Высадули в огороде. И сегодня я вас приглашаю в теплицу, которую я купила в Леруа Мерлен. Покупала я ее весной, мы покупали. И, в общем-то, почему именно сейчас в этой теплице, и разговор, в общем-то, пойдет о перце, очень много было негативных отзывов. И что она улетит, и пленку сорвет, пленка лопнет, что теплица это, в общем-то, очень такая хлипкая. Но я хочу сказать, что теплица выстояла. Все ураганы, такие были ураганы, такие ветра, она даже не колыхнулась. Все зависит от того, как вы закрепите теплицу, как она будет закреплена. Это может и поликарбонатное улететь. Пленка тоже очень чувствует себя хорошо, она не рассыпалась. Ну, по крайней мере, я думаю, что на следующий сезон ее точно хватит. Очень мне понравилось, что все-таки вот здесь много вот таких вот форточек. Это тоже удачный вариант. И здесь я посадила перец. У меня сидит перец и капельный, опять-таки, капельный полив. Перец, конечно, в связи вот все равно с такой довольно-таки вот холодной погодой, это же теплолюбивая культура, да. Не знаешь накрыть, открыть, что, как поступить. В общем-то, очень он так болезненно все. У него процесс приживания вот происходил. Очень, конечно, я переживала, думала. Ну, наверное, останемся без перца. Ну, нет, перец светет. Вот есть уже довольно-таки такие мощные-мощные перчинки, что его надо уже подвязывать. Он даже, видите, посмотрите, какой крупный перец. Он падает, его нужно обязательно-обязательно подвязать. Какой же сейчас вот заключается уход? Именно вот уход за перцем. Во-первых, необходимо смотреть, чтобы, конечно, не было ни тли, ни клещей. Это чтобы не было слизней, потому что уж очень они любят перец. И у меня тоже кое-где есть, вот я смотрю, тоже такие листочки, немножко подъевшие. И дело в том, что от слизней все-таки я предпочитаю средства купленные, то есть ненародные средства. Их сейчас множество. Вот, мы их рассыпаем, гранулки, и они очень-очень довольно-таки хорошо работают. Вот, потому что больше пока я ничего не нашла, вот так вот, как спасти перец. Но я здесь в данный момент пока ничем не пользовалась. В чем заключаются подкормки? Здесь у меня опять-таки сделаны грядки. В грядках внесен навоз. Сверху засыпан конский перегной в перемешку с черноземом. Мы вот покупали его. То есть сверху вот так вот все у меня замульчировано. Лежат капельницы. Подкармливаю. Подкармливаю чем? Это всевозможные болтушки, да, будем говорить. Это дрожжи, это зеленые удобрения. Потому что перец очень любит азот. Очень любит, и он вот так вот откликается. Поэтому его постоянно можно вот пользоваться этими подкормками. Чем я еще подкармливаю? Я делаю, конечно, но я люблю внекорневые подкормки. Это я использую, использую макбор, удобрение такое для внекорневых подкормок. Это мак и бор. Вот, чтобы для лучшей завязываемости, чтобы не отпадали цветочки. Но ничего не отпадает, ничего, в общем-то нормально, все завязывается. По поводу формирования куста, да, удаление коронного цветка. Это многие посынкуют, удаляют что-то. Честно скажу, я ничего не делаю. Вот я посадила, и он как растет, так и растет. И всегда бывает хороший-хороший урожай перца. Поэтому просто задают вопрос, я перец не посынкую, ничего не убираю. А тем более я считаю, что обрезать листья вообще ни в коем случае нельзя у перца. Потому что все-таки это питает тоже растение. Растение питается благодаря листьям. Поэтому листья, пожалуйста, не трожьте. И старайтесь как можно меньше все равно скакать около своих растений. Растения должны все-таки в какой-то степени тоже бороться и выживать сами. Пусть, может быть, вам и не понравится это выражение, но это действительно так. А с вами была Юлия Меняева на канале Восаду Левогороди. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok